Продолжение следует... Спасибо. А вам о чем беседуете в рулетке? Может, вопросы у вас интересные есть. Откуда в Польшу приехали, если не секрет? А? Откуда в Польшу приехали, если не секрет? Из Финляндии. А детство, где провели, родились где? В Финляндии. А русская откуда знаете хорошо? Семья русская в Финляндии. А, понял, понял. Ну, окей, молодец. Может, вопросы какие ко мне есть интересные? Они нету. Ну, а на какие тема беседы, с кого рулетки ищешь? Кто не знает, просто хожу, болтаю, ни о чем там. Ну, когда болтает вопросы, то есть... Ну, ладно, успехов, ты молодец. За хорошие страны русского. Давай. I'm from Russia. Russia, а не Russia. What city you're from? We're from. 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 Казань. Понял. Вопросы у вас есть интересные? Вопросы у вас есть интересные на какие-то интересные? Вы можете по-русски общаться, я вас понимаю. Ну, я верю, что понимаешь, я же по-русски на чки. Я верю, что понимаю, я же по-русски на чки. Вопросы есть ко мне какие-нибудь интересные? Вопросы есть ко мне какие-нибудь интересные? Ну, не знаю, вообще так общаются, да, вообще-то предки. Ну, я понял. Когда общаются, вопросы забывают. Да? Привет. Дедок, где спать пора? Ты что сидишь-то, Иль? Да вот сижу, не спится. А ты чё сидишь? Ну я молодой, мне тут похуй, блядь. А ты уже, блядь, на пенсии тебе делают нехуй что. Ну баб трахать пора, а ты в рулетке сидишь. Вот, блядь, вот, блядь. А у нас... А я в деревню приехал, а у нас здесь галяк. У нас здесь нет никого. Все уехали. Все им понедельник. Сочувстви. Не, на український, на український, чому ви? На український, українська мова, це номер один. Українська мова, номер один. Українська, це для всіх. На український, нахуй, давайте спілкуватися, чому ви? На російський, на отакий. Не, тільки на український. Українська, якщо ви з Канади, чить українську. Чому вы на российском спелкуетесь Это сором Я вам скажу Вчите украинскую Я не хочу с вами спелкуваться Если вы с Канадой Украинскую не понимаете Идите нахуй тогда Понимаете или нет Я не хочу с вами спелкуваться Если вы украинскую не понимаете Вы тупите нахуй Вы на русском На мове окупанта Розговляете Окупант кибани И вы скажите мне что англійська Украинский учить, вы, блядь, окуляры начепило, думаете, что разумный, там я не до фене вся ваша хуйня, учить украинскую, украинскую мову, мову, учить, нахуй, тогда побалакаем, только с украинской мовой, я не буду на вашей российской разговаривать, окупанти, нахуй, окупанти, россияне, нахуй, учить, учить, нахуй, украинскую буду ты разговаривать, чи не? Продолжай, продолжай, come on. Все, украинскую не буду, то давайте москалику, москалику, ну побачить на москалику. Недолго музыка играла, недолго, пока я танцевал. Есть интересный вопрос? Ты укроп, что ли? Где уже? Ты укроп или нет? Нет. А чё ж ты сказал слово укроп? Чего? Я спросил, где вы живете? А, до этого, до этого. Интересный укроп ты спросил, да кому-то? Не, интересный вопрос сказал. А, я живу в Торонто. А ты в Симфе живешь, правильно? Да. Ну ясно, ясно. Чё тут, чё тут по рулетке укропов троллишь? Да. Ну и как, получается? Так их сынаюх, их лопаете просто. Ага. Им сказать, правда, нечего. Ну ясно. Ну ладно, если хочешь, заходи на... Давай успехов тебе. Давайте. Слава России. Давайте. Слава России. Да. Ну нужно, что вы песни поёте. Наши лопаты. Откуда будете? А, которого откуда-то? Денайр? а написано в таганрог в таганроге что заходите? нет я нахожусь в ДНР город Накеевк у вас всегда есть плагины по Киевску вы какой-то блогер по-моему начинающий я вас выделил в рекомендации не блогер не стример я вообще этим не занимаюсь я просто когда выпиваю пиво мне хочется зайти в рулетку и с кем-то приятно ну или в кавычках приятно провести свою жизнь ну я вас понял я вас понял может ко мне какие-нибудь вопросы есть как вы у вас там в Харькове делали? ну в Харькове не очень а как вы думаете зачем российские большевики Ленин и Троцкий отдали русский город Харьков в Украине ну как и Донбасс в принципе в 1918 году а ну так это же Ленин отдавал Ленин и Троцкий это решение совместное я так и сказал Ленин и Троцкий отказался точнее да Ленин правильно один из них Ленин был ну так я вот какова его была мотивация по вашему? ну да без понятия на самом деле хотел возможно создать республику которая будет так сказать всем помогать так сказать стоять на страже Европы или еще что-нибудь ну он потом мы даже в школе без понятия мы даже в школе это изучали его циничную фразу мы помогли Украине пролетариатам такая фраза была вот его цель была ну и обернулось все это не очень хорошо ну безусловно да это все обухнув сдали через сто лет как и Крым тоже самое тоже отдали и бомба была замедленного действия даже она полыхнет вот это полыхнет ну с Крымом было более-менее прилично бескровно это да это да это есть такая ну там на самом деле по-моему в 1994 году да Крым признал уже свой парламент свою конструкцию Мишков да да признал было такое да потом пришли там украинские власти и сказали пошли вы все нахер вы подчиняетесь только нам ну было было такое да ну как думаете Харьков перейдет России нет ну я надеюсь второй вариант не исключен самое главное не то чтобы Россия а то чтобы он освободился от Украины возможно Россия возможно государство состалит типа Белоруссии ну как ДНР было а ну как ДНР было да мы в итоге да когда вот 14 год произошел все эти действия мы тоже нам главное было оцениться к Украине наверное не важно с Россией с Россией самое главное освободиться от со трехлетней украинской оккупации вот самое главное ну а почему ну потому что украинская оккупация это не есть хорошо что то странный вопрос из Макеевки задаешь сам же утвердительно только что пояснял что почему не но вот допустим многие граждане Харькова я думаю сами не согласятся ну некоторые но многие не согласятся но их не большинство потому что они отравлены укропропагандой как и вы были отравлены до 14 года но тогда она просто была поменьше чем сейчас ну да тогда было гораздо меньше чем сейчас более того более того я вот считаю что вообще несправедливо Россия в 14-ом году поступала она разделила типа русских на три сорта первый сорт это Крым там она ему полностью освободила включила состав второй сорт это вы она вам помогала материально и технически но не признала а третий сорт это Харьков и Одесса тоже русские которые вообще кинули то есть отказали в помощи всякой хотя я вам скажу вот вы еще по молодости может не знаете но до 14-го года именно Харьков а не Донецк и Луганск был локомотивом борьбы за русский мир в Украине это с 14-го года вы перехватили это это пальму перенства пальму перенства я вам могу даже я обычно если вам интересно я три пруфа привожу вот допустим когда Ющенко пришел в классе в пятом году вы знаете такой да да вот когда Ющенко пришел к власти в пятом году он через генерального прокурора начал давить на областных прокуроров чтобы те опротестовывали решение облагорсовета об установлении русского как регионального и вот Донецкий и Луганский суд прогнулись под прокуроров и отменили русский язык как региональный на время каденции Ющенко и восстановлен он был лишь представителем Януковича в десятом году а Харьковский областной суд апелляционный суд оказался более порядочным и профессиональным он отфутболил все протесты генерального прокурора и всю каденцию Ющенко русский язык был официально региональный в Харькове в отличие от Донецка и Луганска вот второй пруф я обычно привожу вот тот же самый Ющенко в шестом году начало вводить экспозиционную укромовность на железной дороге то есть вокзалы переписывать на моего поезда и так далее так вот помните какой поезд был в Москву ходил номер Донецк Москва не помню вот не помню девятка девятка назывался Донбасс так вот Донецкая дорога одна одной из первых одной из первых прогнулась под Ющенко и убрали букву С в слове Донбасс и мягкий знак добавили на вокзале Донецка одной из первых то есть так подобострастно прогнулись под Ющенко Донецкая дорога а южная дорога наоборот поезд Москва-Харьков который назывался Харьков раньше назвали назвали Николай Конорев слышали такого деятеля Николай Конорев то есть что там то есть не Микола Конорев а именно Николай Конорев назвали поезд так написано было на составе Николай Конорев это последний последний и один из самых прогрессивных министров министров МПСССР 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 это министерство путей сообщения он до этого был южной дороги в Харькове а потом стал министром и когда вот был бардак в конце 80-х перестройку ну экономический в стране в СССР то железная дорога более-менее работала прилично без сбоев это это была заслуга именно Конорева то есть был дефицит там если вы слышали от родителей вот эти времена что ничем в магазинах не было слышали такой такой момент ну я слышал у меня отец вообще шахтер поэтому я слышал только забастовки шахтеров 90-х ну да а в железной дороге даже ну это в железной дороге в последние годы работали практически без сбоев то есть как работали так и работали одна из немногих отраслей которые более-менее работали вот и третий пункт вот слышали такое понятие северодонецкий съезд да в четвертом году его организовывал Харкинс как Кушнарёв которого потом убили люди Ахметова вот и он был вторым человеком после Януковича но он был намного более интеллектуален поэтому его убили чтобы он не затмевал личность Януковича ну так вот это по одной из версий которые я продерживаюсь я не настаивал есть и другие версии вот то есть он организовывал этот съезд это был первый съезд который был направлен на фрагментацию на разделы проины вот такие вот три факты вам приведу кстати говоря давайте если вы действительно из Харькова вы не боитесь вот если наткнетесь на какого-нибудь укрблогера да что что мне и вас за это притянут за уши у меня я вам скажу у меня более 90 диалогов с украблогерами если даете на канал посмотрите меня я я бывший командир отдельной роты химзащиты и когда в 90-х был бардак я спиздил два бочонка иприта иприта это отравляющий газ но я еще маркировку покруче наклеен зарин и они знают что у меня частный сектор и на растяжке зарин стоит они боятся ко мне зайти поэтому меня все обходят стороной знаю знаете в любом случае право найдется если прям захотел ну я шучу конечно это шутка была я сейчас я сейчас не в харькове вы же сказали откуда я говорю в принципе из харькова я сейчас не в харькове не ну понятно да но это хорошо кстати это хорошо слушайте если есть какие то вопросы ко мне можете задавать смело отвечу а вы сейчас в гараже что ли или где нет я думаю а это у вас такой декор что ли типа под шикер да а это у вас просто занавес это занавес мне показалось что это шифер я понял я понял ну хорошо вы такой позитивный молодой человек да вы так ну по волосе вряд ли имели какие то там иные взгляды до 14 года вообще малое были поэтому не спрашиваю ну хорошо жду вас на канале смотрите ролики пишите коменты у вас какой ник на ютубе какой у вас ник на ютубе у меня нет ютуб канала я не блогер нет ютуб канала вы сказали что у вас нет когда вы пишите коменты какие вы это в чате в чате там высвечивается ваш ник там по таким ником вы присутствуете я чтоб вас запомнил вы интересный собеседник римпул ну все понял пишите коменты я вас увижу ладно спасибо за беседу жду на канале для всех благ да наступает решительный момент повестки то всех на руках ну что ж проанализируем обстановку а за себя он был совсем не разговорник в общем то всех и назвали русские потому что это глагол русские это какой чей отвечает าน www соединенные штаты totalement trust и а у Вот, может, вы согласитесь, а мы говорим, что мы всегда писали в мудрый путь. И снижается нам не только космонема, Жене-это ледяная синема. А снижается нам крова, крова ущема, Жене-это ледяная синема. Улучшено, чтобы меня судили по справедливому закону, относительно справедливости большинства народа. Ничего, ничего. В тюрьме, когда ты воспитаешь, лет через десять вынесли другим человеком. А что? А Западной, Західной Украины немае. Західной нема, и Восточной? Немае Восточной Украины. Есть одна Украина. Где вы таке видели? Східная Украина. Есть Схід Украины, есть Захід Украины, есть Східные области Украины. Есть Республика Кубань, которую окупировали коммунисты в 1918 году. А Воронеж не окупировали коммунисты? Не, Воронеж предали. Уровень интеллекта у Миколы Рушниця, на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, или как его фамилия, это уровень интеллекта креветки из Азовского моря. Хорош. В любом случае семя повыведем. За родную Россию, как гуси их рассеют. Тяжела будет и сума верь. Паркафорский грудь. Грудь сделан украинским угодом очевидным. Пытаясь. Да. Да. Украина кто? О, все же. Грудь на кримичку. Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор. У нас есть таксойный ответ. Вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаметами. От Хайкова до Гиева 480 км. А до границы с Россией 40. Вставай! Страна огромная! Вставай на коммертный бой! С машинской силой немною! С оранжевой чумой! Большой милю! И я хочу напомнить горячим! Я хочу напомнить горячим в песне!